Считаем, что здравоохранение действительно для всех является актуальной темой. Это решение накопленных за предыдущие годы проблем. Это указание президента по актуализации первичного звена здравоохранения. Считаем, что сегодня, наверное, то, что мы предлагаем, это сконцентрироваться на выпуске высших учебных заведений медицинской отрасли в целях нацпроекта. Мы предлагаем пересмотреть прием иностранных студентов в сторону возможной минимизации и все возможные мощности подготовки специалистов направить на подготовку кадров для реализации национального проекта. Мы понимаем, что это очень небыстрый процесс, требуется несколько лет, чтобы подготовить хорошего специалиста, чтобы он наработал практику от 5 до 10 лет. Поэтому чем быстрее мы запустим этот процесс, тем быстрее будет получен результат. Сегодня идет активная работа по поручению президента строительства поликлиник, больниц, онкроцентров. И, конечно же, очень важный вопрос именно персонал, квалифицированный персонал. Потому что сегодня движение врачей, оно понятно. Из наших областей врачи двигаются ближе к нашей столице. И таким образом мы должны обеспечить необходимую комплектацию, необходимое количество наших высококвалифицированных кадров, которые будут и закрывать потребности регионов, и при необходимости перемещаться в столицу. Также второе наше предложение, которое мы считаем очень актуально, это реновация детских поликлиник, которые сегодня находятся на первых этажах жилых домов. Потому что поликлиники уже должны отвечать более современным требованиям. Это высота потолков, система вентиляции, приточной вентиляции, вытяжной, наличие минимальных приборов диагностики. Поэтому вот этот процесс тоже, у нас опыт уже такой есть. В Тверской области мы в городе Твери этот проект реализуем уже в этом году. И считаем, что его надо масштабировать. Ну и, конечно, третий вопрос, это обновление парка машин скорой помощи. Потому что сейчас реализуется проект безопасной и качественной дороги. Мы тоже все в нем активно участвуем, все регионы Центрального и Федерального округа. И поэтому машины скорой помощи должны уже, конечно, быть более высокого класса. И для сельской местности это один тип машин. А увеличить поставки машин при софинансировании субъектов Российской Федерации уже на более высокоскоростные машины такого трассового уровня, трассового стандарта. Игорь Михайлович, понятно, что на селе, может быть, в районах не хватает качественной медицинской помощи. Какие объекты, медицинские могут появиться в Тверской области? Мы считаем, что у нас еще есть необходимость доукомплектации ФАПов по той программе, которую мы начали реализовывать с 2016 года. Сейчас порядка 70 ФАПов уже установлено новых. Я думаю, что эта цифра должна быть удвоена, исходя из нашей потребности. Также очень интересный опыт Белгородской области. Это семейный доктор, который может работать и в формате ФАПов, которые мы установили. Поэтому считаем, что опыт Белгородской области может быть совмещен с программой обновления установки ФАПов. И тогда вот эта программа по такой комплексной медицине, она уже будет не просто доступна для наших граждан, но она и будет уже более высокоэффективной. А крупные медицинские учреждения какие появятся в регионах? Вы знаете, что поручение президента Тверская область получила в проекте закона на 2020, 2021, 2022 годы полное финансирование на строительство новой детской областной больницы. Работа начнется уже с 1 января 2020 года. Это будет один из самых высокосовременных центров детской медицины. Он будет расположен рядом с действующим перинатальным центром. Это все вместе создаст единый медицинский кластер детского здравоохранения. Более того, там еще планируется строительство в последующем и крупного инфекционного детского центра. Ну и, конечно, это уже инфраструктура. Это гостиницы для родителей, которые будут со своими ребятишками приезжать с муниципалитетов. Это современные станции скорой медицинской помощи, это вертолетные площадки. Все, что необходимо для современного детского здравоохранения. Также мы сейчас обсуждаем вопрос финансирования строительства нового онкологического корпуса для нашего онкологического центра, который работает в городе Твери. И, конечно, капитальный ремонт действующих больниц, стационаров, где проходит лечение онкобольных. Продолжение следует...